Так или иначе мы будем крутиться вокруг Все равно мы будем что исследовать Оценка Этиологических Мы можем сжать еще факторов Факторов развития И патогенетических механизмов Развития вот этих рецессий Дисней У какой-то группы пациентов У которой она часто встречается У беременных Замечательно А почему бы и нет Можно в разных триместрах это исследовать Если вообще мы найдем что это так У пациентов старше 60 лет У работников доменных Заводов Или еще кого-то У курящих людей У пациентов с дисбиозом полости рта Или у гастроэнтерологических пациентов Но это будет статья не по стоматологии Вот в чем дело еще И вообще любую сопутствующую патологию Конечно И мы можем перелопать большое количество источников Поэтому наша задача С чего мы и начали говорить Нужно четко понимать тему И предмет своего исследования Ну то есть зачем мы начинаем этим заниматься Мы можем написать очень много тем В этой области Несмотря на то что Что для этого надо Надо понимать конечно же Изучать причины Для того чтобы понимать Как они образуются у разных пациентов Потому что могут оказаться Что причины бывают разные Допустим статья может называться Генетические причины Возникновение рецессии Дисней Вообще у людей просто Но тогда мы будем говорить о генетике Что у пациента с такой хромосомой У них бывает У этих не бывает Там у стрессомии Бывают такие рецессии Ну и прочее Или у пациентов Ну и понимаешь да В общем о чем речь Да Дальше мы переходим к тезису Мы определяем актуальность проблемы Что она действительно актуальна Это понятно Мы закладываем это как определенный тезис Наша задача найти проценты Понятно что все проценты Должны быть больше Ну 50 Очевидно да Если это больше половины В общем то проблема актуальна Тезис второй Что может быть Какие могут быть эти причины Наверняка То есть мы изучаем по сути Структуру нашей проблемы Что может быть причиной рецессии Какие факторы По своему роду То есть врожденные факторы Это один род проблем Приобретенные Их намного будет понятно шире Потому что Да Как бы от рождения В течение своей жизни Человек находится в разных условиях И может приобретать различные факторы У него могут быть там Теряться зубы Или не вырастать Или наоборот Там какие-то могут быть имплантации И там все Куча всего У него может быть Разная среда обитания Жизнь и развитие Там я не знаю Интеллектуальный уровень Социальное положение И проще И все это тоже Может влиять На рецессии Он может жить В разных точках планеты Где разная вода Еда воздух И там я не знаю Радиация И еще куча Всяких других факторов Но мы не начнем правильно писать тему Пока не начнем читать научную литературу На эту тему Механизмы возникновения Ну замечательно Вот мы допустим нашли нашу статью Которая называется Скорее всего все-таки это тезисы Судя по объему и отсутствию картинок И как бы да Содержания Это тоже очень важно отделять материалы Потому что вот для докторской диссертации Например это был бы просто тезис То есть если мы вот выпустились Как у нас прошла вот свежая конференция Там сегодня И до этого Вот статьи которые там опубликованы Хотя они могут перечисляться По различным классификациям И базам научных данных К научной статье По факту будет являться тезисом Он будет иметь там научный вес Но это не статья научная И вот как бы наша задача Все-таки научиться писать Хорошие, качественные, развернутые Статьи Да, которые На которые могли бы ссылаться Которые были бы полезны Другим ученым Занимающимся этой проблемой Которые бы открывали Детали исследования И предлагали уникальный метод исследования И так далее И вот в этом и заключается Научный поиск И путь изыскания Механизмы возникновения метода Ну давайте ее почитаем Чтобы понять Что к чему И поанализируем В обзоре статьи написано Что в последнее время Пациенты стали обращаться Обращать внимание Не только на здоровые зубы Но и эстетику Но честно говоря Как бы Тут можно сказать следующее Что красивые люди Добиваются Больше успеха в жизни Да И без красивой улыбки Это невозможно Поэтому В какое именно Последнее время В общем Сомнительное Начало В последнее время Пациенты стали обращать внимание Не только на здоровые зубы А почему они обращают внимание На здоровые зубы И с ними все в порядке Но и на эстетику Своей улыбки Скорее всего Не только на здоровье зубов Но и на эстетику То есть не только на функцию Вот в чем полезность Анализа статей В частности На гармоничное состояние ткани Окружающих зуб Что такое гармоничное состояние ткани То есть как это вяжется с медициной И стоматологией Какие-то может быть есть Клинические показатели Гармоничного состояния ткани Не знаю Актуальной на данный момент Проблемой остается Лечение рецессии десны И профилактика их возникновения Но то что тут пропущен пробел Тут лишний пробел вставлен Могу сказать сразу Это проблема редактора Возможно текст был разряжен по ширине Но О чем они пишут Актуальная на данный момент Проблемой Остается То есть она в общем и была Давным-давно И так не нашли ее решение Это лечение рецессии десны Остается проблемой Не лечение А сама рецессия десны Ну да И профилактика их возникновения Пластическая хирургия В парадонтологии А на самом деле она называется Мухогенгивальная хирургия На сегодня Является основным направлением Но в парадонтологии Основным направлением является Консервативная парадонтология Все-таки в мире А не мухогенгивальная пластика Развитие имплантологии И использование пластических материалов Применение мембраны Для направления тканеварения Отсуществляется в действии Применение пластических операций На парадонте Каким образом Установка имплантатов В области зубов Которых нет Связана с операциями Рецессии десны То есть Либо эта статья Посвящена рецессиям десны В области имплантатов Ну так это совсем Другое направление Целью этих операций Являются Хорошие эстетические результаты Профилактика Ряда нарушений В тканях парадонтов Возникающих пациент с возрастом После бла-бла-бла И так далее А на самом деле Вот какая суть Целью является Восстановление Или создание Если этого и не было Комплекса тканей Костный Соединительно-тканый Соединительный И мягких тканей Десны В области зуба С восстановлением Полной анатомии Структур А не вот это То что тут написано Потому что Главное Это не эстетика А функция А здесь В основе статьи Лежит эстетический аспект Который на самом деле Не является ведущим В задаче Лечения Рецессии Десны У пациентов И профилактика Ряда нарушений В тканях парадонтов Внимание Возникающих пациентов С возрастом То есть речь идет На самом деле Напрямую о рецидиве Так вот На сегодня Методики Которые Правильно Подобраны И адекватны Состоянию пациентов И Классу Виду Степени Рецессии Не дают Таких Осложнений Независимо От возраста Только если Не появляется Травмирующего Фактора После Ортопедического Ортодонтического Лечения Имплантации Так вот Если мы имплантируем Там нет зубов Никаких Где будет возникать Рецессия Хорошо Ну тут понятно Что мы топим Статью Вообще на корню На самом деле Ортопедическое решение Если оно Выполнено Неадекватно В области зубов То есть Несостоятельно были Ткани зуба Или они были Утрачены внезапно Или это многократно Леченый зуб Ну допустим И был пациент Отпротезирован То к рецессии Приведет Неадекватное Функциональное Нагрузка Ортопедической Конструкции Если мы говорим Об ортодонтическом Лечении То к нему Приведет Неадекватный Протокол Не протокол Извините План ортодонтического Лечения Когда зубы Будут выдвигаться Наружу По дуге Из костной ткани Будет возникать Экструзия зуба То есть Оголение корня И за счет того Что выхода из костной ткани И за счет того Что кость Не будет покрывать Снаружи Все ткани зуба Мягкие ткани Будут Несостоятельны Удерживать Вот эту нагрузку И будет возникать Рецессия В данной статье Рассматривается Механизм возникновения Рецессии десны Хирургические методы Устраня Замечательно Ну на английском Мы не будем читать Это не так-то важно Леос и казака Все пихают Вот этот источник Пожалуйста Не вставляйте его Потому что Тут они пишут От 9-8 У 15-летних детей Вот откуда Это источник 99,7 Это источник Очень древний Который является Обобщающим Он не говорит Ни о классе Ни о виде рецессии То есть Ни о группе Там одиночные Множественные Генерализованные И так далее Вообще ни о чем Он просто берет за основу Что вообще Рецессии могут достигать Даже в определенных группах 99,7% Пожалуйста Когда вы пишете Про ткани Парадонты И устранение рецессии Не берите Этот источник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok